В России планируют повысить призывной возраст до 30 лет и увеличить почти в полтора раза численность армии. Об этом заявил министр обороны Шойгу. Это вызывает тревогу даже у некоторых лояльных комментаторов, не говоря уже об оппозиционерах. Николай Митрохин. Основное событие дня – не Зеленский в Вашингтоне и новый пакет американской помощи, включающий систему Патриот, а объявленная Путиным и Шойгу – новая реформа российской армии, отменяющая, по сути, многие достижения армейской реформы 2008 года. Тогда армия стала компактной и почти профессиональной. Илья Крамник. О коллегии Минобороны. Как бы это сказать, чтобы ничего не? Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое – дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том, что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда. Не хватает сейчас и не будет хватать завтра. Второе – дефицит техники. Александр Коц. В мирное время качественные изменения или их отсутствие можно было замылить. В условиях масштабного конфликта это сделать будет сложнее. Главное, чтобы все это появилось в реальности, а не на слайдах и фотоотчетах, которые в новой реформированной армии по-хорошему нужно отменить. Денис Греков. Собственно, главное во всем, что озвучил сегодня этот потный Шойгу, это увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Это и есть план по окончательному превращению страны в тоталитарную помойку через уничтожение любой негосударственной составляющей в российской экономике. Перманентный убой наиболее перспективного, репродуктивного, трудоспособного и состоявшегося мужского населения. Промывка мозгов и внутренние репрессии прилагаются. Дмитрий Гудков. Почему Шойгу говорит об изменении возраста призыва? Было 18-27, должно стать 21-30. По одной простой причине – нужно больше людей на войну. Им не важен возраст, им важно лишь то, что после школы многие идут в институт, как в спасение от армии. Не будешь же ждать вуза до 21 года, откладывая жизнь на потом. Так что это очень подлый и хитрый ход, и войну прекращать они не будут. До последнего россиянина не будут. Олег Козловский. Для удобства призывной возраст в России приравняют к пенсионному. Фиаско и фрустрации. Призывной возраст до 30 лет. Численность военных до полутора миллионов человек. Продолжение войны и бесконечное финансирование армии. Это уже вписывается в определение «Будет только хуже» или «Еще нет». Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!